Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1976 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде. И тонкая копия выходит сейчас из биоробота по моей команде. Один, два, три. И если что-то в его биороботе чужеродная голограмма копии еще находится, силам его намерения не выходят и становятся рядом. Один, два, три. Тонкая копия вышла. Хорошо, больше ничего нет, да, Вера? Нет. Хорошо, защищаем биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Защищай. Тонкое тело Дмитрия. И вместе с тонкой копией Дмитрия поднимайся в комнату диагностики. Будь в ней один, два, три. А здесь? Хорошо, мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли Дмитрий к диагностике, доверит ли нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. И разбей, Дмитрия, на семь тонких тел. Проведи первый визуальный осмотр. Один, два, три. Считай пока, сколько у него энергии и какая чистота вибраций. Один, два, три. Восемьдесят два и двенадцать. Двенадцать герц. Интересно, поехали. У него как накидка, вот он ее в руках даже держит. Ну, это демона. Жмет в руках ее. Хорошо. Так, будем отправлять, и она будет тебе мешать для работы, или уберем ее скэнером и все? Скэнером. Хорошо. Это в первом теле, да, в красном? Посмотри, оранжевые, желтые тела, второе, третье. У него суккуб сидит. Даже не сидит, а лежит, я бы сказала, на груди, как-то он к нему прижался. Нежный какой. Да, обнимает его и прижался. Он нас видит, суккуб, да? Или еще нет пока? Нет, мы осмотр делаем. Хорошо. И у него дракон. Паутину вижу фиолетовую. Ну, это арахноет или. Да. Пока непонятно. Ну, бледная такая, недавно. Ну, и нижний кто-то, вот с красной, с этой накидкой. Хорошо. Собираем все тела вместе. На счет 3, 1, 2, 3. И даем установку. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. Находит все подключки, чипы, датчики, всех интерферентов. От этих чиповых датчиков выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Все ответственные по каналам. Силам его намерения притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложником. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. Пространство сверху, снизу. Все находит. У нас без в клетке. Вот. Суккуб. Дракон и арахноид. Какой дракон? Синий дракон. Одно, две. Головы. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду. Все интерференты проявились? Три головы. Три головы? Да. Он считает цифры над ними. Один, два, три. Пятьдесят два. Ой. Три тысяча двадцать восемь. Да. Три ноль двадцать четыре. Три ноль двадцать четыре. Вот старшая голова. Хорошо. И считай, пожалуйста, так, суккуб. Это понятно. Суккуб в клетке, да? Та. И без. Какая цифра у него над головой? Один, два, три. Восемь. Восемь. Хорошо. Так, меня все видят, все слышат. Сейчас, подожди. Суккуб шипит. На меня? Он любит его очень. Но закрывает от всех. Это его накидка. Невидимо, мало делает. Для всех женщин, для всего остального, да? Да, незаметным делает. Незаметным. Вот и ответ на первый вопрос. Как низкие сущности закрывают нас от встреч с людьми? Вот такими накидками. Поехали дальше. Сейчас. Вера, если кто-то будет мешать, ты мне сразу скажи. Все слышат тебя, да. Отлично, хорошо. Хорошо, я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы обнаружены. Сейчас будет производиться чистка. Мы будем убирать, отдавать вам черную энергию, забирать светлую энергию, которую вы украли. После этого я дам команду каждому из вас выйти и достать все, что вы оставили в биополе Дмитрия. После этого я провожу проверку. Тот, кто меня обманет, будет сожжен в этой клетке. Все предельно просто. Все поняли? Проверка будет проводиться двумя миллионами Герц. Если кто-то что-то оставит, по каналу сожгет и эту присадку, и сожгет того, кто был за нее ответственным. Я спрашиваю, Рахноид, ты понял? Да, понял. Дракон, ты понял? Да, понял. Суккуб? Ну, он понял. Тоже понял, но он шипит. 50 тысяч Герц удар Суккубу. Я жду ответа. Понял, понял. Спрашивай, бес, бес понял? Да, понял. Хорошо, отлично. Если меня никто не обманет, все уйдут здоровыми и целыми на свою чистоту. И переходим к процедуре реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Дмитрия проспроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергия страха, энергию неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Пошли энергии. Кому что идет, Вера? К арахноиду идет бледная серость, видимо, недавно он серый, как дым такой идет к нему. Арахноид, как давно ты зашел в это тело? 6 месяцев. Хорошо. Где ты зашел? Какая была ситуация? В здании в каком-то спустился сверху. Это где была работа или дом? Где ты? В каком помещении ты спустился? Квартира. Понятно. Значит, в квартире есть порталы, да, арахноид? Какая-то квартира. А, в другой квартире ты зашел? Не в его, да? Он просто показывает, это как зал, и он с потолка спускается. Понятно. Это квартира. Понятно. Все понял. Хорошо, поехали дальше. И переходим к дракону. Какие энергии идут? Синяя грязь. Яркая такая. Дракон, как давно ты в этом теле находишься? Когда зашел? Две цифры идет. 5-7. Месяцев? Нет, лет. Лет. 5-7 лет. Хорошо, покажи ситуацию, когда это было, и за что ты был ответственным, меня интересует. Каким обманом ты вошел в его тело, что ты ему показал, как он тебе разрешил войти в его биополе. Рассказывай. А он, получается, два года сидел тихо, а вот 5 лет назад он ему приделал, как крылья, пластины такие, синие. Дракон из него делал. И он крутил их как-то, закрывал ему. Нормально, арахноид закрывает его от всех, дракон закрывает его от всех. Суккуб не арахноид. А, Суккуб, да, хорошо. Веселая компания. Да, он как-то вот, знаешь, ими, как руководит, вот этими пластинами, показывает, как отводит его от каких-то... От каких? ...дел, которые не нравятся дракону. Дракон, а какие дела тебе не нравились? От каких дел ты его отводил? Конкретно покажи. Ну, вот он показывает ситуацию, где он обсуждает что-то с, не знаю, с партнерами по работе? С парнем, да, с каким-то. И чем ему не нравилась эта ситуация с этим парнем? Что именно я хочу понять? Он мог изменить свою жизнь, и тогда он потерял бы определенные энергии. Тогда дракон потерял бы определенные энергии. А этот парень, о чем он говорил? Он ему рассказывал какие-то истины, или о чем там речь была? Нет, бизнес-идеи какие-то были. И эти бизнес-идеи могли испугать дракона? А дракон здесь не для этого, он учит самую маленькую голову. Я знаю, для чего ты здесь, я это все прекрасно понимаю. Понятно, хорошо, значит, поехали дальше. У нас Суккуб, Суккуб, я тебя спрашиваю, как долго ты находишься в этом теле? Ты знаешь, дракон, он показывает то, что он, как понять, закрывал, да, чтобы понятно было. То есть вот человек, он по кругу ходил все эти пять лет, как вот, ну по кругу, с одного места начал, он вроде что-то делает, идет, идет, но он возвращается в эту же точку. Вот так он мне показывает. То есть, чтобы сойти с этого круга, вот это он и закрывал все от него. Я, честно говоря, по описаниям, это черная магия для меня. У нее точно такое же действие. Человек Сукка бы не пытался что-то изменить, ему это не дается. Он на месте гребет. Вот, и вот именно гребет, вот эти сзади, как крылья, такое ощущение, что у них ручки, и вот он как гребет им туда-сюда, вот крутит, чтобы он шел именно по этому кругу. Нормально. Вот эти вот пластины в виде крыльев, и у них ручки. Вот так он и показывает это. Все понял, хорошо. Переходим к Суккубу. Суккуб, как долго ты находишься в этом теле, и когда ты зашел? На какой эмоции? Два года как зашел. Два года, хорошо. Опиши ситуацию, как это было. Кто тебя привел, ты сам пришел? Через портал или так зашел? Правду рассказываю. Я все равно узнаю. Демон привел. А где демон? Вера. Подожди. Он убежал? Демон привел, получается, Суккуба и Беса, но его нет самого. Его присадок нет. Ты посмотри. Он их отправил за лярвой. Он их отправил за лярвой, понятно. Значит, он самоубийц отправил. Как долго вы сидели? Значит, ты два года сидел, а ты Бес как долго сидел? То же самое. Ты уже два года. А вы точно не связаны с демоном? Не как сейчас? По каналу? Я вот не уверен. У него нет присадок. Нет присадок, понятно. Хорошо, ладно. И еще, подожди, Бес показывает воронку. Который он заходил-уходил. В квартире? Рядом с Дмитрием. Воронка. Это квартира? Кивает он. Дмитрий, мы рекомендуем. Ну, Бес заинтересовал мне говорить правду, потому что его интересует эта лярва, которая висит там. Не правда ли, Бес? Кивает. Правильно. Если он будет дальше кооперировать и не будет мне отвечать на вопросы, не будет обманывать меня, то он ее получит без разговора, когда я ему скажу об этом. Понятно. Хорошо. Значит, у нас веселая компания. Хорошо. Еще от него идет информация, что когда есть воронка в квартире, очень легко подкараулить человека в какой-то момент. Мы каждый день такое видим, Бес. Каждый день. То есть во сне может он заходить, и эмоции может понижать. Да не только он. Все могут заходить. И этим пользуются они. Очень легко найти. Понятно. Дмитрий, вы это слышали, вам бес передал. В вашей квартире находится воронка. Если вы захотите ее убрать, обращайтесь к нам, мы вам в этом поможем. Хорошо, Вера. Так, у нас ревер закончился энергия. Они забрали все черные? Да, забрали все. Хорошо. Устанавливаем фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Дмитрий себя. Обратно он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилием потоки в 50 раз. Энергии идут. Какие цветы? От кого больше всех интересно? Дракона. Дракона. От него три разные энергии идут. Тренья голубая и зеленая. Понятно. Беса, ты знаешь нас? Кивает. Понятно. А ты суккуб? Не знает, наверное, да? Он не хочет общаться, ему грустно. Ты посмотри, какая привязанность. Хорошо, благодарю. Арахноид отдал. Есть. Суккуб с бесом красную забрали, да? Красную забирал. Бес. Суккуба идет желтая, оранжевая. Это эмоции, сила, где накапливаются эти чакры. Все отдали. Отлично, хорошо. Тогда приступаем к процедуре вытаскивания. Все, что вы оставили. Бес. Я тебя прошу сейчас выйти. Забрать все, что ты оставил. И где находится лярва? Покажи. Он почему-то живот показывает вверх. Большая? Длинная. Она снизу живота. До шеи идет. Ого. Да. Долго растил? Тонкая, но длинная. Понял. Долго растил без? Да, а куда я растил? Понятно. Ладно, а ты с Суккубом будешь делиться или это для тебя только? Просто так, для интереса, мне это все равно. Понесет ее. Хорошо. Так, давай, тогда выходи из клетки, забирая все, что ты оставил. Лярву можешь забрать на твое усмотрение. Только все забираешь. Демону понесет. Демону понесет. Ну, если у него договор с ним, значит, так и есть. Хорошо. Я возражаю. Нам меньше будет работы. Ты меня снял, положил в клетку и пошел снимать присадки. Я первый раз вижу такое, Вера. Я первый раз вижу, чтобы они лярву не сразу съели, а отложили в клетку. Они сюда для нее отправлены были? Нет, меня удивляет просто. Хорошо, ладно. Значит, работает у них дисциплина и договора. Ну, а что, они за ней пришли, пусть ее забирают. Они знают, что они больше в это тело никогда не придут. Снялся. Хорошо, отлично. Все. Так, я прошу сейчас выйти с Суккуба и вытащить все, что он оставил в биополе. Ничего не оставляя. Я буду проводить проверку. Никаких резких движений не делай, Суккуб, чтобы не получить удар. Где он снимает, Вера? Он опять снял его. Полоски свои. Подожди, он снял вот эту накидку и в руках у него как поток какой-то забрал. И он ему опять на грудь лег. И Суккуб получает 100 тысяч герц удар. За непослушание. 1, 2, 3. Удар. И отшвыриваю назад в клетку. 1, 2, 3. А ну, он не снял все остальное. И я даю команду. И все, что на чистоте Суккуба сейчас разрезается. И все эти полоски всего на его чистоте выходит и зависает прямо перед Дмитрием. 1, 2, 3. Да, будет так. Готово. Отлично. Открывается портал под этими подключками. Улетает в лентами. Улетает в галактическое древо на переработку. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Суккуб скулит. Так, Суккуб. В следующий раз ты уйдешь туда, куда ушли твои ленты. Ты это понял? Еще один раз ты позволишь себе такое исполнить. Понял. Хорошо. Переходим к дракону. Дракон сейчас выходит. Вытаскивает все пластины. Все, что он оставил. Я буду проводить проверку. Кто проверку не пройдет, получает 2 миллиона герц. Ну, он целое устройство вот это снимает. С пластинами сзади. С плеч снимает. Голова. Готово. Хорошо. Арахноид. Сейчас ты выходишь, достаешь все свои, всю паутину, если ты оставил подключки там или свою энергетику или жидкость, все достаешь. Приступай. И возвращайся, а потом докладываешь. Сматывает паутина он с головой. Арахноид, а для чего эта паутина на голове была? Что ты блокировал? Он место делал себе. А он хотел там сделать инкубатор, да? Да, он дом делал. Домик делал, понятно. Должна была укрепиться, цвет поменять. Но случилась такая оказия, и Дмитрий обратился к нам. Поэтому тебе придется, Арахноид, точно так, как и дракону, суккубу и бесу, искать себе новое место жительства. Почему? Потому что это тело находится теперь под нашей защитой. Если Дмитрий мне сообщит, что у него начались неприятные ощущения в ногах, я сразу подумаю о бесе. Если у него начнутся проблемы со здоровьем внутри, или головные боли, я вспомню Арахноида и дракона. Если я через 10 минут вас вытащу и опять найду в этой клетке, то вы уже больше никуда потом не уйдете. Я довольно понятно выразился. Арахноид понял. А вот от беса идет информация, что он ему больше не нужен. Нужен он ему был. Из-за лярвы. Из-за лярвы, которая нужна демону. И от него какая-то информация идет, что он должен этому демону. А, я понимаю. Поэтому я и не буду... Жизнь он ему спас где-то. Он тебя... Хорошо, а демон, сколько герцовый у тебя там? 20. О, ну хорошо. Он, наверняка, точно нас слышал. Ладно, хорошо. Это все понятно. Так, Вера, они все-все-все забрали. Они все поняли. Больше не приходить. Производим сейчас проверку. Последний раз обращаясь. Никто ничего не забыл. Никто не хочет что-то достать. Отлично. Хорошо. И я даю команду скэнеру. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел на частоте интерферентов. Если хоть малейший микрон остался. Любая подключка. Чип-датчик. Моментально. Вместе интерференции загорается. Красная лампочка. Как и красная лампочка загорается над клеткой ответственно. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. Он чистый, но у него внутри в телах какая-то белая субстанция. Чья это субстанция? Арахной твоя или дракона? Чья это субстанция? Дракона. Дракон, что ты не достал? Ну, она по всем телам. Он снял установки. Он умеет отлично всю свою энергетику в себя засасывать. Дракон, я тебе второй шанс даю. Ты сейчас немедленно достанешь. Он тебя просит смотать его. Хорошо. И я даю команду. И силой моего намерения. Вся жидкость, которая сейчас, белая жидкость, находится на частоте дракона. Начинает отторгаться из 7 тонких тел Дмитрия. На все 7 тонких телах. Один, два, три. Все. До последнего микрона. Затягивается и формируется маленький шарик перед ним. Зависает в воздухе. Все нити выходят. Шарик начинает крутиться, наматывает на себя всю энергетику дракона. Один, два, три. Он его как затуманивал. Вот это как туман с него выходит и скручивается. Только он такой плотноватый, белый. Много? Много. Усиливает. Один, два, три. Начинает еще быстрее крутиться шарик. Все. До последнего микрона притягивается. Готово. Отлично. Открывается портал под ним. Галактическая дра. Один, два, три. Шарик улетает в галактическое ядро. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. И я подхожу сейчас к Дмитрию. Кладу ему руки на плечи и своей собственной энергией. Сто тысяч герц сжигая все каналы. Один, два, три. Удар. Отстегнулись все каналы. Открывается портал сейчас против часовой стрелки в галактической ядро. Один, два, три. Все каналы улетают туда. Весь мусор улетает. Все остатки до последнего микрона уходят в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. И начинаем. Бес. Ты готов уходить? Да, готов. Хорошо. И открывается внизу. Больше в это дело не приходишь. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. И бес уходит безболезненно. Забирает все, что с собой принес. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Става угольную пентаграмму. Готово. И суккуб готов уходить? Да, вот готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. Суккуб уходит на свою чистоту. Забирает все, что у него может еще остаться. Один, два, три. Есть. хорошо дракон синий ты готов уходить так готов как дракон ты понял ты больше в это тело не приходишь если ты хочешь увидеть меня еще раз а в своем мирах синий дракон спроси за нас где это было как тебе сегодня повезло открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 123 и синий дракон уходит забирает все что с собой принес забывает дорогу назад закрывая печатая растворяя есть хорошо и арахноид готов уходить готов арахноид если ты еще раз в этом помещении увидишь дмитрия беги от него иначе ты встретишься со мной ты это понял хорошо открывается наверху портал на частоте арахноида против часовой стрелки 1 2 3 и арахноид уходит безболезненно забирает все что с собой принес закрывая печатая растворяя есть поехали и включаем высоковибрационный филе этого лучи на предмет вытеснения всей чужеродной энергии от интерферентов 1 2 3 комната становится стерильной 1 2 3 лучи включены начинает сканировать и вытеснять все чужеродное приходим на чистоту негативные эгрегоры мешающей жизни судьбе и здоровью физическому энергетическому не проявляется хорошо и спрашиваем тонкую копию с какими эгрегорами он согласен расстаться пусть и посмотрит мы поможем ему их отключить расстается со всеми он вообще в шоке от того что он увидел он благодарит что вычистили все и он не хочет никакие эгрегоры ничего общего иметь отлично хорошо проводим работу по отключению у него энергии сейчас мало я подхожу к нему кладу руки на плечи моей собственной энергии 100 тысяч герц создаю импульс высоко вибрационного шока удара отсекая от дмитрия все негативно воздействующие на него жизнь здоровье биополе эгрегор 1 2 3 удар готова открывается против часовой стрелки портал галактической дру и все игры улетает до последнего микрона закрывая печатаю растворяя отлично и я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти к нам куратор или учителя 1976 года воплощенного на земле 1 2 3 у нас мужчина мы приветствуем куратора или учителя дмитрия представьтесь пожалуйста как вам обращаться снимается все маски и голограммы марк 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 мы приветствуем вас меня зовут влад это вера и дмитрий ваш подопечный мы сегодня производили его чистку марк и дмитрий изъявил желание задать своему куратору 10 вопросов вот мы составе он прислал нам список и я хотел спросить вас будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы я приветствую вас я приветствую дмитрия очень рад встречи если я смогу ответить я отвечу на ваши вопросы благодарю вас марк вопросы будет безусловно разные и я не могу их комментировать со своей стороны потому что это дмитрий их писал я могу их только разъяснить с точки зрения если вам будет что-то непонятно хорошо давайте начнем с первого вопроса с на каком у с какого уровня в высшего я пришла душа дмитрия в это воплощение на ком уровне он находится сейчас девятом на девятом уровне хорошо итак первый вопрос сколько кармических узлов у него было и сколько ему еще осталось пройти у него 6 кармических узлов он прошел 4 благодарю вас второй вопрос как мне контактировать со своим высшим я я не знаю как правильно ответить на этот вопрос чтобы уберечь дмитрия от же вторжений и разные техники но главное 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 в этом слушать свое сердце и понимать что это высшее я а не обман очень много препятствий на пути к высшему я я не читаю вопросы перед тем как нам клиенты их пишут поэтому в принципе я мог бы ему ответить сам на этот вопрос потому что мы встречались уже сотнями кураторов и учителей и этот вопрос задавался ну по крайней мере раз 50 если вы позволите уважаемый марк я отвечу за вас и таким советом сначала установите пожалуйста контракт контакт со своим куратором с марком вам будет намного легче его это первая мысль который когда вы его призовете это будет первая мысль не анализируйте просто принимайте так как она есть когда вы будете готовы различать голограммы у и интерферентов научитесь проверять то что вы видите тем самым снизив опасность интерференции до минимума тогда вы сможете подниматься самостоятельно на уровень высшего я но есть определенный порядок и вам нужно быть к этому готовым если вы позволите марк прекрасный ответ я бы так не смог я могу сказать как установить связь со мной уже могу рассказать что выше об опасностях встречи с высшим я расскажите пожалуйста очень будет интересно мое имя очень важно до определенные вибрации которые связывают нас я буду слышать но ты со своей стороны должен сделать какой-то знак себе секретный абсолютно верно по ним понятны только для тебя самого например движение пальца или дергание глаза что-то очень маленькая которая ты сам установишь себе после нескольких попыток ты сможешь связаться со мной начни самых простых вопросов если связь будет установим для нас со временем я смогу отвечать на более глубокие вопросы а ты сможешь слышать ответ великолепный ответ я могу только марку от себя добавить значит секретного знака например вы даете себе установку если я установил контакт сейчас со своим куратором у меня поднимается указательный палец правой руки или левой руки и все об этом знает только он только куратор знает и вы все это есть тот знак простого маленького шевеления хватит ну я к примеру сказал в этом направлении потому что человек на счетом картины себе рисовать и каждый понимает по-разному поедем дальше следующий вопрос так как мне контактировать с высшим я мы прошли третий вопрос кем я был в прошлой жизни если вы не могли бы вы рассказать о последнем воплощении какая страна чем занимался и какие-то годы были его последнее воплощение было не на земле я расскажу о двух воплощениях начнем с того что у дмитрия земная душа получающая опыт на других планетах его последнее воплощение было в созвездии лебедь связано она была с строительством на вашем языке хотя это больше подходит к архитектуре инженерии физики чтобы строить межгалактические станции нужно много знаний именно этим и занимался дмитрий душа дмитрия благодарю вас второе воплощение о котором я расскажу это последнее воплощение на земле 1490 годы греческие земли рыбак жена дети жена дети двое сыновей счастливая жизнь если можно назвать счастливая жизнь для тех времен если любовь была независимости от всего этого и не было воин хотя они были конечно 1420 год безусловно конечно какая страна прошу прощения вы сказали греция греция да греция греция очень благодарю вас за этот развернутый ответ уважаемый марк вы если вы закончили я могу переходить следующем вопросу да пожалуйста хорошо здесь он задает вопрос в чем мое предназначение пожалуйста назначение любой души в развитии абсолютно верно просто люди забывают на этой земле что они пришли сюда действительно не за материальными благами а для того чтобы что-то сделать для своей души я просто немножко разъясним ваш ответ нас наверняка понимает и дмитрий поэтому предназначение любой души это развитие тут я бы хотел добавить да пожалуйста радуши димитрия тебе мешает страх который тебе нужно проработать принимать серьезные решения скрыть и марк это у него кармический узел или это было связано с этими интерферентами потому что мы действительно вытянули из него без восьми герцового суккуба дракона трехглавого синего арахноида и все были заняты от того чтобы закрыть его от внешнего мира и вызвать у него преследует его на протяжении многих лет он притягивает его то проработка души проработка души понятно он должен научиться принимать ответственные решения и не бояться идти вперед он сейчас прочитал манифест там стояли эти основные слова я беру ответственность за свою жизнь свои руки и я очень я перешлю ему этот текст и он будет его читать я очень надеюсь что он у него внутри этот манифест бетонный благодарю вас это поможет это поможет конечно если нет намерения ничего не будет есть намерение будет все остальное приложится благодарю вас марк переходим к следующим вопрос так на каком уровне находится выше поможет душе укрепиться и дальше идти так шестой вопрос какие мои лучшие стороны и качество и есть доброта а качество скажем так это это завуалированный такой вопрос что он делает хорошо скажем так что у него получается в этом воплощении на земле но есть например люди которые умеют хорошо там музыку делать стихи писать творить талант я исхожу из того что вот он сказал если качество то это качество души а качество души это всегда то что творец нам дал это только может выражаться в каком-то творческом акте если качество какое-то есть она всегда привязана к какому-то ремеслу если так можно выразиться душа прорабатывает страх это самая главная его задача в этой жизни соответственно в любом качестве до любом качестве если я правильно понимаю значение можно найти то что нужно проработать чем бы ты не занимался качеством у нас на проблема остается все та же качеством у нас еще называют такое понятие есть как черты характера то есть доброта вы уже ответили на этот вопрос поэтому благодарю вас марк переходим дальше здесь он обращается к своему высшему я и спрашивает какие он был уверен что почему то что мы с высшим я сейчас разговариваем но марка прошу вас ответить и какие советы даст мне мой куратор и вот так перефразирую первую очередь я бы хотела сказать что я безумно рад находиться здесь и разговаривать с димитрием да ровно и это то что он освободился и душа спокойно свободно и может двигаться осознанно своему развитию это так прекрасно когда ты начинаешь жизнь с чистого листа это так радостно это то что я хочу сказать не потеряй свою чистоту благодарю вас марк это на это является частью нашей работы мы безумно рады что мы можем людям открывать этот свет вести в свет отвечать на эти вопросы все это им позволять и мы благодарим творца за то что нам дал такую работу скажем так и безумно рады что у вас сегодня состоялась такая хорошая встреча с вашим подопечным благодарю вас за эту встречу и мы еще не закончили еще пару вопросов он оставил с какого духовного уровня я пришел я честно говоря не знаю что он имеет ввиду под этим вопросом выше я девятого уровня девятого уровня и будут ли у меня дети девятый вопрос а будет зависеть от тебя твоего дальнейшего развития измелья сказать больше пожалуйста своим страхом ты преграждал дорогу ну вот и ответ на все вопросы все открыто будущее многовариантно все ваших руках дмитрий вперед по программе ребенок есть отлично значит дальше будет зависеть от тебя благодарю марк и последний вопрос я не понимаю с его сути но может вы его поймете 10 вопрос последний кто я в духовном мире частица творца марк очень было приятно с вами общаться и если вы хотите сейчас лично что-то передать дмитрию это будет самый лучший момент он это услышит я уже передал хорошо марк у нас еще есть добрая такая традиция любой куратор любой учитель который к нам приходит всегда получает от нас подарки я прошу вас сейчас обязательно что-то пожелать и что мы можем для вас материализировать любой продукт яблоки любую мыслеформу хотите лес панораму хотите горы океан все что душе угодно мы это все можем вам материализовать и вы это можете с собой забрать чтобы вам хотелось очень странное предложение я бы не рассчитывал на такой на такую встречу я бы хотел добавить дмитрию заострить его внимание я уже сказал это чистая душа это как писать жизнь с чистого листа правишься хорошо благодарим вас и верочка появляется корзинка с нашими ягодами на счет 3 1 2 3 самые лучшие ягоды на земле самый чистый продукт передай это пожалуйста от нас если марк ничего себе не хочет пожелать назвал это странным хотя это было слово сюрприз мы хотели сделать ему только приятно пожалуйста прошу принять и нашу искреннюю я не хотел выразиться что для меня это странно и я совсем не рассчитывал на такой прием понятно но в нашем языке это словно за удивлен странно это когда что-то отличается от чего-то но более в негативном смысле я филолог поэтому я больше чем удивлен хорошо и отлично примите это пожалуйста с искренней благодарностью от меня от дмитрия и от веры было очень приятно с вами общаться за эти глубокие ответы благодарим вас искренне и будем надеяться что дмитрий установит с вами в кратчайшие сроки контакт благодарю вас за этот прекрасный подарок неожиданный и приятный благодарю вас удачи вам удачи вам всего доброго прощаемся рассинхронизуемся вера и будем возвращать тонкую копию Дмитрия в систему биоробот душа и я прошу тебя для усвоения энергии вернуть тонкую копию Дмитрия в систему биоробот душа заводим подключаем его каждому внутреннему органу каждой клеточке извилинки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами у него книга в руках а что это за книга это ему дал куратор да это был ответ на вопрос качества и таланты отлично значит Дмитрию будет есть что почитать знания развития мнения каких-то знаний отлично готовы отлично и рассинхронизируйся и значит три перемещайся в комнату диагностики один два три он узнает подожди идет информация еще что он узнает больше как-то наладить связь с ним хорошо информацию получать великолепно закончила да хорошо и отключайся от Дмитрия и перемещайся в комнату диагностики один два три я здесь он 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 он